В селе Златоустовка находится одно из самых крупных в Волновавском районе хранилищ грубых кормов. 27 августа здесь произошел большой пожар. Огнем было уничтожено 2000 тонн сена и очменной соломы. Сумма ущерба оценивается в 2 миллиона 169 тысяч гривен. Пока идет следствие, руководство предприятия какие-либо комментарии давать отказывается. А в МЧС не исключают, что это был умышленный поджог. Кроме того, здесь нарушали правила пожарной безопасности. Была превышена норма складированных грубых кормов под навесами. Положено по нормам 1000 квадратных метров площадь навеса. Здесь 1600. Сгоревший урожай предназначался для корма животных и обогрева помещений. Теперь руководство агрофермы думает над тем, как исправить сложившуюся ситуацию. Обещают, поголовье скота останется прежним. После случившегося в Золотоустовке районная администрация провела работу с другими сельхозпредприятиями. Говорят, что результат положительный. Практически все фирмы начали тщательнее соблюдать правила пожарной безопасности. Во всех хозяйствах, где происходит заготовка грубых кормов, произведен инструктаж. С специалистами, средняя звена, с рабочими. И вы видите выводы, что уже машины ставят. То есть они уже смотрят за этим более тщательно. В нескольких километрах от Золотоустовки находится агроферма «Возрождение». Семь лет назад здесь также случился большой пожар. Руководство хозяйства вынуждено было в разы сократить количество крупного рогатого скота. Многие сотрудники лишились работы. Восстановить потери не удалось до сих пор. Был поджог. Ну, никто виновных не нашел. В принципе, я не искал их никто. И навеса нету. Сгорел, разобрали. Там и металл так повело, что теперь так храним. Ну, оно опахано. И машина дежурит до холоду, когда начинаются дожди. Стражевая охрана есть, оно освещается. По сообщению областного управления МЧС, зафиксировано 548 нарушений хранения грубых кормов. Почти все уже исправили. 22 должностных лица привлекли к административной ответственности. Максимальный штраф 150 гривен. Александр Бойко, Андрей Кораблев, Руслан Новиков, Панорама.